Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение трудных мест Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Тяжело ли иго и бремя Христова? И мы прочитаем сначала Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 и 30 стих. Это слова Христа. «Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим. Ибо иго моё благо, и бремя моё легко». Сложность этого текста заключается в том, что иго и бремя, как они могут быть совмещены с понятием «благо». Потому что под игоем всегда понимается нечто такое, что гнетёт нас, а бремя, то, что усложняет нашу жизнь, как некое такое хроническое заболевание. И Христос говорит, что это благо. О чём же здесь в действительности говорится? Чтобы это нам понять, давайте прочитаем слова из послания к евреям первоверховного апостола Павла. Это 12 глава, 5 по 8 стих. Здесь мы находим такие слова. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьёт же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаётесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Действительно, в обычной жизни человеческой плоской отец, разве он наказывает соседских детей? Конечно, нет. И если бы он это сделал, это было бы крайне предосудительно. Отец наказывает своих детей. Поэтому иго Христова, бремя Христова – это то, что Господь попускает нам иметь какие-то сложности в этой жизни, для того, чтобы, преодолев их, мы обрели бы благо. Поэтому здесь и сказано «Ибо иго моё благо, и бремя моё легко». И в противоположность этому, если Господь не наказывает человека за его грехи, преступления, за какие-то оплошности, даже за ошибки, то это очень печально для этого человека. В книге пророка Исаия 33.1 мы находим такие слова. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили». Почему горе грабителю, которого не грабили? Потому что он не понёс наказание в этой жизни за те преступления, которые он совершал. Как-то мне довелось выступать в тюрьме, точнее, это была не тюрьма, а зона. И там я обратился к заключённым и сказал буквально следующие слова. «В той или иной степени все люди нарушители закона, и не только Божьего, но и гражданского, и уголовного». Как и сказано в Писании, «Все согрешили и все лишены славы Божьей, нету праведного ни одного». Далее я сказал, но у вас есть преимущество. Вы несёте наказание, бремя и иго, наказание, за свои преступления уже в этой жизни. Почему это важно? Потому что, друзья, в Библии есть такой принцип, что заодно дважды не наказуют. Понеся наказание от общества в этой жизни, бывший преступник никому и ничего уже не должен. И те люди, которые после освобождения этого бывшего преступника, препятствуют ему устроиться на работу, как-то наладить свою жизнь, они нарушают закон Божий, что заодно дважды не наказывают. Этот человек получил по полной программе. Он отсидел от звонка до звонка, он ничего не должен обществу. Он принял наказание от общества. Ещё более важно принять наказание то иго, то бремя, которое посылает нам Господь. И воспринять ещё это наказание как благо божественной любви. Ибо кого Бог любит, того и наказывает. А если Господь перестаёт наказывать какого-то человека, и, согрешая, он не получает никакого наказания, я называю такое состояние равнодушие небес. Это самое страшное, что может произойти в нашей жизни. Это значит, что человек уже приговорён к вечному наказанию в аду, где будет плач и скрежет зубов. А если уже в этой жизни он испытывает муки, страха, совесть, всё время касается его сердца, мира его чувств, сознание его никак не может обрести некого равновесия, пройдя через это бремя, через это иго, он может пережить покаяние. Покаяние – это возможность начать всё сначала. Это такая перемена образа мышления, когда человек становится новым творением Божьим, новой тварью, чтобы ходить в обновлённой жизни. Поэтому не будем отвергать наказание Господних. Наказывает – значит любит. И со смирением будем принимать всё то, что Господь посылает нас. Ибо Господь не попустил бы никакого зла для нас, никакого иго, никакого бремени, не имея намерения само это бремя, это иго, это зло трансформировать, обратить в добро для нас. И в Писании говорится о том, что если бы мы от Бога принимали бы только то, что нам кажется хорошим, мы были бы несправедливы. Мы должны принимать от Него всё, как многострадальный Иов, потеряв буквально всё, так и сказал. Бог дал и Бог взял. Да будет благословенное имя Его. Ибо иго, иго его благо, и бремя его легко. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя.